Я очень защищен поступком Гонца Вот Это за последние годы в моей памяти Единственный журналист, который восстал Против режима, против диктатуры Режима, против тех, которые Навязывают вам, журналистам Что писать На кого писать И так далее и тому подобное И это очень приятно Я хочу в начале Нашего брифинга прочесть Одну притчу Однажды Один профессор Физико-математических наук Написал на доске Большую цифру Один Единицу Посмотрел на студентов Которые были в зале И сказал Эта единица Ваша человечность Самые необходимые В жизни Качества Для любого человека Потом этот профессор Рядом с этой единицей Написал цифру 0 И сказал Это ваши достижения Которые С человечностью Увеличивают вас Вашу роль В 10 раз Еще Один 0 Он добавил Это ваш опыт Которым Человек Стал полноценным 100 Получается уже Цифра И дальше Добавил Профессор Каждый Добавленный 0 Это Можно сказать Что это Воспитанность Осторожность Любовь Семья Новое Другое Все он это Объяснял Объяснял И вдруг Взял Да Чем вытирает доску По разному Взял и вытер Единицу Единицу вытер А осталось все нули И сказал На доске остались Никчемные Ничего не значащие нули То есть Если у вас Не будет Самого главного Человеческого Достоинства Все остальное Ничего не стоит А то что Происходило В эту выборную Компанию Никак не говорит О человеческом Достоинстве Тех Которые находятся Во власти Больщего Страха Потерять Власть Нельзя было Предположить Нельзя было Подумать Что может Такое быть И нельзя Это ничем Объяснить По классическому Так сказать Пониманию Власть Дается для того Чтобы люди Обладающие Этой властью Происходили Какие-то С их подачи Происходили Какие-то Положительные Процессы В обществе Чтобы изменялась Ситуация Чтобы улучшалась Жизнь Чтобы решались Вопросы Развития Всех сторон Государства Но только не у нас Не в Молдове То что мы наблюдаем 15 лет С 2009 года Когда мы ушли Из власти За тот Этот период Который сменилось 12 правительств Как раз Говорит Наоборот Что власть Используется Люди Которые голосуют За этих Которые приходят К власти А потом Четыре года И власть Их использует Для решения Своих Маргинальных Сиюминутных Вопросов Желаний Криминальных Схем Коррупции И так далее Подтверждение Пожалуйста Ни одной Из тех Обязательств Которые брала Нынешняя власть Во главе С Майей Сандо В канун Предыдущих Выборов Не выполнено Ни одно Это Беспредвзятости Берешь Из бумаги Читаешь Что было сказано Анализируешь Что сделано Понятно Что ни одно Не выполнено Так зачем Таким людям Хочется Быть опять Во власти Для чего Только для того Чтобы Использовать Это власть В личных целях Только для того В данном случае В нашей ситуации Особенно С тем Что вынесли Этот несчастный Референдум Еще На голосование Чтобы наносить Вред Суверенитету Независимости Территориальной Ценностности И в целом Будущего Болдова И этот страх Нынешней Власти Потерять Власть Заставляет Их делать Много Много Глупостей И ошибок Прежде всего Они Очень давно И тщательно Готовятся К тому Что они Называют Выборы В воскресенье Довели Значит Процент Участия В таком Важном Вопросе Как Референдум До 33% Что означает Что если проголосуют 33% А из них Половина за Половина против То 17% Можем Менять Конституцию Найдите Другую Страну Назовите Ее нам Где Такое Возможно Теперь Сам Ход Выборной Компании Задолго До начала Выборной Компании Центральная Избирательная Комиссия Финансируемая Фондом Сороса И все Подобранные Из друзей Товарищей Подруг Майи Сандой И других Из другого Ее окружения Все они Начали Готовиться Только Не так Как Надо Подготовить Списки Избирателей Проверить Эти списки На Фактическое Их Так сказать Присутствие Этих людей В списках Физическое И так далее Только Они начали Готовиться К тому Чтобы Разогнать Оппозицию Первое Запретить Ее Деятельность В любых Формах И второе Готовиться К фальсификации Выборов Значит Все Кто Участники Этих Выборов Включая Начиная С нас Оппозиции Мы Оппозиция Была Поставлена В неравных Условиях Нигде Никогда Никто Не запрещает Агитационно Пропагандистские Меры Мероприятия Работу В период Выборной Компании У нас заблаговременно Закрыли 16 телеканалов Более 60 сайтов Те Которые Могли Вещать И на русском И в целом Имели Объективную Так сказать Позицию По большинству Вопросов Им Все Закрыли Не просто Теряли Время Чтобы С ними Переговорить Объяснить Их ситуацию Чтобы Они поняли Что-то Из того Что Происходит Нет Просто Закрыли И Как говорится Нет человека Нет проблем Дальше Сам ход Предвыборной Компании Во всех Во всех Времена Во всех Выборах Используются Различные Методы Различные Способы Дойти До Избирателя Есть Есть Разные Принципы Разные Подходы Мы На протяжении Всех Лет А мы Более 30 лет Наша партия В политике Молдавской Больше 30 лет Мы Являемся Конституционной И законной Партией И Участвуем Практически Во всех Выборных Компаниях Но Таким Беспределом И с такими Безобразием И как Сейчас На этих Выборах Мы Впервые Встретились Оказывается Листовка Стала Самым Главным Врагом Нынешней Власти Листовка Лист бумаги На которой В коротком Стиле Изложены Основные Принципы Основные Положения Основные Тезисы Буквально Два-три Тезиса Почему Нельзя Голосовать На этих Выборах За Майю Санда Как Кандидата Президента Почему Нельзя Голосовать Поддержать Референдум А голосовать Нет На референдуме Почему Нельзя Голосовать Еще Потому Что Конституция Становится Безразмерной Если Мы Так Проголосуем На референдуме То есть Каждый Раз Кто Захочет Парламент Президент Сам Конституционный Суд Могут Из этой Конституции Сделать Просто Бумагу Одноразовое Извините Использование И Оказывается Что Это Нельзя Потому Что Мы Влияем На мнение Избирателей Я должен был Вчера или Сегодня Сегодня Я должен был Сегодня Давно Запланировано Еще в начале Избирательной Компании В начале Избирательной Компании Запланировано Что Я Буду Выступать На Дой Телепередач Канала Номер 4 Буквально За несколько дней До выборов Меня запланировали На Сегодня На сегодня Чтобы я выступал На четвертом Канале Вчера Мне сообщают Что Руководство Телеканала По рекомендации Властей Сказали Ни в коем случае Воронина Не допускать До этого До этой Передачи До Телеканала И почему Оказывается Воронина Что Говорит Мнение Воронина Очень сильно Влияет на мнение Избирателей Вы знаете Для меня Это награда Для меня Это оценка Для меня Это Определение Того Что Вся моя деятельность Все эти годы Она Увенчалась Тем Что я имею Такое большое Доверие Среди народа И что Люди Так сказать Слушаются В то Что говорит Воронин Потому что Мы Будучи Во власти И в оппозиции Все Мы Говорим Людям Правду И всегда Говорили Правду И объясняем В чем состоит Правда И в чем состоит Так сказать Неправда И в чем состоит Интересы Тех или иных Властей Которые 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 Меняются Калейдоскоп Но Сам факт Запретить Передачу Кто это Слышал Кто это Где это Видно И так далее Я же Я уже Не говорю Об этих Как сказать Более культурно Деятели Из Молдовы Один По дебатам И по всем Пишут нам Письмо Они Руководители Это Молдова Один Все в соответствии С кодексом Выбора В центре Берком Тролевали Вам Всем Кто Участвует В выборах Конкурентам Выделяется По 6 минут По 5 минут Бесплатного Фирмного Времени Пошли Или приходите Сами Или пошлите Ролик Ну мы Учитывая Что У нас График Встречи С избирателями По всей Республике Чтобы не Сбиваться С этого Графика Мы Послали Ролик День Не показывает Два Не показывает Три Не показывает Вообще Не показывает Мы им Звоним Ребята Мы вам Дали ролик Вы просили Почему Не показываете А в этом Ролике Они нам Объясняют Содержится Критика Властей Слушайте А в чем Состоит Вообще Смысл И задача Агитационно-пропагандистской Работы Выборной Компании Когда Выдвигается Много Конкурентов Когда Выдвигается Много Кандидатов На ту же Должность Президента Когда Когда Много Позиций Формируется По вопросу Того же Несчастного Референдума Так В чем Состоит Смысл Разъяснение Этой Позиции И чем Занимаются Нормальные Правильные И Серьезные Партии Занимаются Разъяснением Избирателям Этих Этих Позиций С какой Целью Выдвигается Предложение По Референдуму Об изменении Конституции Для чего Это нужно И из этого Множество Одиннадцать Или сколько Кандидатов Президента Какого Кандидата Предпочтительность За какого Кандидата Мы считаем Нужным Призывать Избирателей Голосовать Я считаю Что в этом И состоит Главная Задача И главный Смысл Любой Избирательной Компании Нет Оказывается Нам нельзя Критиковать Власть Я считаю Что у нас Психиатрическая Служба В Республике Молдова Работает Очень плохо Из рук Вон плохо Если она Вообще Работает Или она Перенесена В здание Президентуры Или в здание Правительства Или где Она находится И так далее И еще Обнаружилось Самое Интересное Что Ни полиция Ни МВД Ни Центр Избирком Ни Конституционный суд Конституционный суд Не читает Конституцию Члены Конституционного суда Не знают Конституцию Я готов С ними На эту тему Так сказать Дискусировать Министерство В Министерстве Внутренних дел Не знают Закона Полиции И не руководствуются Законом Полиции А руководствуются Указанием От Майя Санда От Речина Что он Когда-то был Великий министром Внутренних дел Мы еще знаем Каким он министром был Придет время Расскажем Или еще Оттуда Ну как так Можно руководить Страной Ни какой-то там Фирмы Рога Копыта Как можно И страной Если Полиция Не знает Свои права Свои полномочия Где В каком законе Полиции Написано Что они Вмешиваются В политические Процессы В обществе Что значит Извять Листовки У тех Граждан Которые Разносят Листовки Что значит Ворваться В типографии И изъять Уже Напечатанные А проплаченные Сто процентов Заказанные Нами Листовки На каком Основании Полиция Это все Делает Я видел Вчера Или когда Вышел из Подполья Фросс Или как его Фросс Министр Национального Дела Я не знаю Он взвешивался Он взвешивался Когда он Приступил В должности Министра Или нет Но я Посмотрел Но вчера На него Он Такую наел Это самое Лето Подготовка К зиме Накапливается Жир Чтобы зимой Не было холодно Или что происходит Потому что Когда Задержали Двух стариков Двух пенсионеров Глубоких 81 год И 78 В сороке С листовками Три машины Три машины Полные полицейских Окружили Этих стариков Забрали В полицию Вывернули Карманы Два часа Издевали Над ними Добивались Самое главное Кидва протяжный Воронин Пентуквоем Блаз Пенсат Ширепартизат Листовщ Эй Пройдитесь По всем Избирательным Компаниям И найдите Хоть одного Человека Во всей Молдове Который Был бы получал Деньги Какие-то Деньги Пусть Пятьдесят Бануц От нашей Партии За то Что он Там Где-то Что-то По линии Партии Работает Агитирует Или что Он делает Такого Не было И нет Все Должно Делаться На совести И на сознании Поэтому Мы Проводим Агитационно-правгандинскую Деятельность Чтобы Объяснить Людям Чтобы До них Дошло Уже В конце Концов Если они еще этот раз Будут голосовать За эту санду Если они еще раз Если они Подадутся Провокации Поголосуют За референдум Мы им Объясняем Что это Уничтожение Молдовы Что Молдова Остается без Конституции Что Конституция Становится Обыкновенной Бумагой Я уже говорил Который Кто захочет Когда захочет Меняет И я им Напоминаю Что мы В 2001 Году На выборах Которые Были признаны Всеми структурами Европейскими И прочими Демократичными Свободными Получили 71 Мандат И я был Президентом В 8 лет И я не разрешил Никому Даже заикаться Не то Чтобы там Писать Что давайте Мы поменяем Статью Такую Конституцию На то Что нам Выгодно Что нам Невыгодно И так далее Нет Я сейчас Вообще Не понимаю Как они Могут Так Бессовестно Без Принципов Без никаких Принципов Влечь В конституцию Майя Санду На какой Конституции Положила руку Когда приносила Присягу На президента На это Что меняет Или на то Что было 4 года назад Так если Она была Если она Положила руку На ту Что 4 года Назад В 16 В 20 Году Она не имеет Права Трогать Из этой Конституции Ни одной Буквы Ни одной Запятой Она так Должна Ставить Конституцию Для следующих Для следующего Президента Для следующего Парламента Для следующих Поколений Не имеет Права Она на эту Конституцию Приносила Присягу Она обязана С этой Конституции Уйти Они лезть В Конституцию Сидеть С четырьмя Паспортами Разных Стран В кармане И делать Из Конституции Тряпку И что Она тогда В Конституции У нас написано Что наш Вектор Интеграции Европа Европейский Союз Во-первых Во-вторых Мы беседовали С европейскими Чиновниками Европейские Чиновники Сказали нам Мягко говоря Чтоб телезрители Нас Поняли Чтоб люди Нас услышали Поняли Что ваш Референдум И ваши Все эти Изменения До лампочки По-русски Говоря Они не влияют Не имеют Никакого значения Для вашей Для работы Вашей Молдовы Для вашей Деятельности По направлению К европейскому К европейскому Союзу Еще один На момент Чтоб я Я не взял В этой тематике У нас Телефоны Разрываются От звонков Из Румынии Простые граждане Из Румынии Выходят на наши сайты Выходят на наши телефоны Даже не знаю Где они их берут Номера телефона Я имею запись Я не голословно От тех граждан Которые к нам Обращаются Дома Воронин Ку деосибит Respect НУ ЛАТС Пашапорти Румынищ НУ ВОИМПЛИКАТС В тоате Честия Аста ЕО Фантазии ЕО Минчунэ Гогонатэ Тот Че ест Легат Деунии Европеан НОИ Румыни Симтем Део Симтем Део Мембрия Униунии Европейни Симтем Симтем Молт Молт Май сэрач Симтем Май недезволтац Декат Питимпы Луи Николае Челушеску Румынски Простые Граѣни На день Вина Мене Становили Два Румына На площади Я ходил Сматрел Павильона Да Дома Воро Ваше Асты 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 Ко Молдова Ной Ва Гоноастэм Асты 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 Румынски Присонт Симтем 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 Ко нашви Висони Ко нашви Пряћни Есктем Симтем Симтем Молдова Деактуа Гувернар Ваше И здесь нам нечем возражать. Нечем возражать. Придумали КСТР, который руководится персоной, которая много лет отсутствовала в Молдове, который не знает личное положение делу и который по команде, под козырек и так далее. Вообще во власти сейчас на первых ролях ставятся только люди, которые приносят присягу лично Майи Санду, еще кому-то так, что они будут верой и правой служить их целям, их задачам, их поручениям и так далее. Я не агитирую за Стояногла. Но Стояногла в ходе выборных кампаний, вот сейчас, что сказал? Что когда меня предлагали переутвердить или утвердить, как там было, на должность генерального прокурора, пригласила Майи Санду и сказала ему, ты будешь с нами работать или как? Ты агитируешь, а он ей ответил, что я буду руководствовать своей работе с законом Конституции Республики Молдова. Не знаю, но такое заявление Стояногла ни с того ни с сего не могло родиться и так далее. И вот такой принцип подбора кадров, что они должны приносить клятву Майи Санду и американскому послу, и румынским эмиссарам, которые здесь следят за каждым шагом. Это очень опасная вещь. Это говорит о том, что из нашей независимости, нашего суверенитета, кроме бумаги, и ту, которую хотят уничтожить, которая называется Конституцией, ничего не присутствует. Ничего не присутствует. Эти выборы, я заканчиваю, эти выборы имеют большое значение для нашей Молдовы в целом. Говорят в последние дни о полномочиях президента. Я, как бывший президент, двумя мандатами могу сказать, я тоже знал об этих полномочиях. Но любые полномочия, и президентские, и министерские, и любые, на любой должности государственные, зависит от человека. С чего я начал с лекции, которую этот профессор читал? С единицы. Вот эта единица, этот человек, руководитель, первое лицо. И от него это все зависит, как он сумеет организовать, какую он составит команду, какие направления, какие цели, какие задачи он поставит перед этой командой. К чему он их будет призывать, к какому курсу, к какому направлению. Если вот так, как все эти годы русофобия, если все эти годы поклонения, так сказать, перед теми, которые кредиты дают и так далее. Это неправильно. Это не суверенитет. И это не руководители. Это люди, занимающие чужое место. Эти люди пришедшие к власти обманом, фальсификацией. Я еще не знаю, что нас ожидает в воскресенье. Вы же слышите, какие схемы, какие разговоры крутятся вокруг диаспоры. Вы видите, что в России, где, по нашим данным, полученном из России, кстати, не от этих статистов всяких, проживает более 600 тысяч граждан с правом голоса. Граждан Молдовы с правом голоса. Открыли всего два избирательных участка друг напротив друга в Москве. И из наших общений с диаспорой, с российской диаспорой, с итальянской гражданами Молдовы, находящимися в Италии, с другими, так сказать, там положение дел не то, которое было 4 года назад. Люди разочарованы полностью нынешним руководством Молдовы. Полностью, без вопросов. Но остается фальсифицировать здесь, на месте. И здесь особая роль отводится господину Постике и всей Центральной избирательной комиссии. Когда они зарегистрировали кандидата Атарлева как участника выборов за должность президента, через два дня отменили эту регистрацию. Я говорю еще раз, психиатрическая служба работает в Молдове исключительно отвратительно. Пусть на меня не обижаются те, которые в этих службах еще состоят. Так нельзя работать. И что они будут делать эти, так сказать, не прошедший врачебный контроль члены избирательной комиссии и другие, а еще и участковой избирательной комиссии на местах. Вы знаете, что все председатели района получили указания на встречах с коммунистами, которые проводят коммунисты с избирателями, наоборот, которые проводят коммунисты с избирателями, чтобы не было ни одного из тех, которые государственные, чиновники, которые получают зарплату из бюджета. Ни одного. Я два дня назад был в Кагуле. Прекрасно отреставрированный дворец, Дом культуры, нечего сказать. Все красиво. Я спрашиваю, а где чиновники, а где те, которые... Товарищ Воронин, тоже ли задать индикации, когда к макаркуну опары ла Антонерику думевасты, а довозы ел нума, если избирательный сервич, если избирательный сервич. Люди добрые, что так можно, да? Так можно себе позволить такое хамство, такое растаптывание человеческого достоинства каждого гражданина Молдовы, не запрещать ему осуществлять свое конституционное право, голосовать осмысленно, осознанно за тех кандидатов, которые выдвинуты на выбор, где, когда. И последнее. Международные наблюдатели. За все это время к нам попали, попросились две бабушки на встречу с нами. Они сказали, что они представители ОБСЕ. Эти бабушки, вот так как вы сидите спокойно, ни слова не говорите, они тоже выслушали нас в течение 30-40 минут. Так, Дэн? Вот. Вот. Записывали что-то, не сказали, кроме до свидания, ни одного слова, и ушли. Где эти европейские мониторинговые комиссии? Где эти представители? Где эти все? И с какими задачами, с какими целями они, если даже приедут сейчас, на воскресенье, походить по Криковским подвалам, с какими целями и задачами они уедут? Все благоустроят, все правильно. Мы не выдвигали нашу партию кандидата на президенты, но это не значит, что мы не имеем права поддерживать кого-то. И не имеем права высказываться. Я, как гражданин, который буду в воскресенье голосовать однозначно против референдума, по вопросам референдума об изменении Конституции, нельзя трогать Конституцию, Конституция святое. И Конституция не меняется так 17% избирателей. Ни в коем случае, ни в одной стране нет такого положения, что референдум по Конституции общепризнан, если участвует 33%. Везде 50 плюс 1. И на кандидатов к президенту я, Воронин, буду голосовать только за Василия Тарлева. Человек, с которым я работал 7 лет. Вместе почти 8, он был премьер-министром, я президент, народ помнит, народ знает и так далее. Пора, уже пора, оздоровить обстановку в стране. Пора заканчивать этот ковид молдавский. Пора заканчивать эту инфекцию, эту заразу, что нам приносят с разных сторон. И которая не присуща национальным особенностям молдавского народа. Ни в коем случае. Пора заканчивать с этим. Спасибо, Диана, пожалуйста. Уважаемые сограждане, единственное, что хочется сказать, что в этой предвыборной кампании власть пытается Вас обмануть еще раз. Мы сегодня проводим встречи по всей республике, встречаемся с людьми из разных сел и городов по республике. И видим, что власть манипулирует их мнение, пытается внушить, что речь на референдуме идет о вступлении в Евросоюз. Но сегодня мы Вас предупреждаем и говорим очень честно и открыто. Власть сегодня просит Вашего разрешения на то, чтобы сотворять в Конституции все, что они хотят. Мы Вас очень просим очень внимательно отнестись к этому вопросу, потому что от того, как мы выскажемся на этих выборах, на этом референдуме, будет зависеть, будем ли жить мы в нейтральной, независимой республике Молдова, или будем находиться под гнетом ПАС и их международных кураторов. В этом отношении я очень хочу, чтобы каждый осознал важность этого момента и каждый обязательно высказал свое мнение в отношении того, что происходит. Никакой бойкот, никакое самоустранение от этих вопросов не помогут нашей стране осуществить свое право на существование, потому что сегодня речь идет уже о существовании Республики Молдова. Тем более, сегодня власть вам очень откровенно показывает, как они относятся к гражданам Республики Молдова, как они преследуют активистов, как они преследуют обычных граждан. И вот эта вопиющая ситуация с женщиной, которая готовилась к операции и у которой забрали деньги на эту операцию, лишь подчеркивает, что будет с каждым гражданином в случае, если вы поддержите Майю Санду, если вы поддержите тот курс, который они нам сегодня предлагают, те изменения в Конституции, которые они нам сегодня предлагают. Они находятся в агонии, они пытаются вас и обмануть, и запугать, но я абсолютно уверена, что каждый из вас осознает эту необходимость и обязательно выйдет 20 октября к избирательным участкам, проголосует «нет» на референдуме. И как граждане мы призываем проголосовать за Василия Тарлева в качестве президента. Спасибо за внимание. Посмотрим, Ваша редакция там будет резать, обрезать, не пускать и так далее, иначе им кирдык. Но вы будьте как Георгий Гонц. Георгий Гонц – сын Иона Гонца, который был директором молдавского телевидения и радио. Очень серьезный, принципиальный, объективный журналист. Очень принципиальный человек, очень честный человек – это отец Георгий Гонца. И я очень рад, что сын Георгий Гонца похож на отца по всем этим характеристикам. И очень рад, что он такой же, как отец, не стал в один ряд с теми, которые разрушают, которые предают, которые продают страну. Но очень рад и очень благодарен Георгию за проявление характера и силы воли. Силы воли, потому что они и так вас, журналистов, обхватывают, обкруживают и так далее. Что особенно у молодых этих девушек, которые журналистами работают, у них нет других вариантов, чтобы они не говорили то, что хочет услышать власти. Спасибо, Ларвидер. Владимир Николаевич, можно вопрос буквально задать? Ты откуда, от кого? От Украины? Нет. Какой канал? Пятый канал. Пятый канал. Да, я хотел спросить, вот вы говорите, что власть ведет себя агрессивно, и мы это видим, потому что действительно и тиражи под нож, и активистов задерживают. Как вы думаете, может они ведут себя так агрессивно, потому что если они потеряют власть, то придется отчитываться за деньги перед западными кураторами? Ваше мнение? Никто не отчитывается за уже использованные деньги, нигде. Как отчитываются в Украине за огромное количество миллиардов, что они получают на войну? А где наши миллиарды? Кто в последнее время только не приходил к власти и не обещал, что он разберется, что он найдет, что он точно, так сказать, поднимет вопрос и выявит тех, которые украли миллиарды? Ши-ши? И что? Ну, я здесь, вы мне помогли вспомнить один вопрос. Я смотрел вчера, сегодня передачи о турне президента Украины Зеленского по многим странам, начиная с ООН и других стран Европы и так далее. И меня поразило, просто как человека, что речь шла во всех этих беседах во всех этих странах не о мире, не о прекращении военных действий на Украине, а речь шла о вступлении Украины в НАТО. И почему это еще меня поразило? Потому что Румыния в НАТО. Если еще завтра Украина станет в НАТО, а вы, наверное, знаете, или если не знаете, я вам скажу, что на этот год бюджет Министерства обороны увеличили в 8 раз. Сейчас для чего? Кому нужно, чтобы мы вооружались? Кто наш враг? Мы сами. Кроме нас самих никто нет таких, которые нападают. Все мы вот руками нашими хотим в воскресенье, издеваться над Конституцией, издеваться над этим, дать добро всем, чтобы делали с Молдовой все, что хотят и так далее. И где будет Молдова, и с этой стороны Румыния в НАТО, и с этой стороны, не дай Бог, Украина тоже станет членом НАТО. Мы будем, мы все, имеем такие объемы, такие масштабы, как та же Украина, как та же Румыния и так далее. Мы будем в НАТО, какие не в НАТО, а будем зажаты этим НАТО. А они уже у нас проводят. Один из состяк Конституции говорит о том, что Молдова нейтральное государство. Они проводят учения с Министерством обороны, с Румынией, которые члены НАТО, с другими, которые члены НАТО, вооружаются и так далее. Для чего? Люди добрые, думайте, когда будете голосовать, что в любой момент это все может случиться. А никто не думал ничего, что когда-нибудь между двумя славянскими православными народами Россия, Украина, будет война. Кто мог себе это представить? Члены СНГ, Союзная Республика в Советском Союзе и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг война. А здесь нас проглотит. Я говорю на встрече избирателя по этому референдуму, вы хотите, чтобы завтра утром проснулись и в вашей двери стояли румынские жандармы? Вы проголосуете, а они придут. Даже если вы не проголосуете, будут такие, которые сейчас во власти сидят в этих креслах властных и так далее, и приведут этих румынских жандармов. И все, что терминатку, депенденция, что интегритация, что тот, чьи легат, до Молдова. Все. Такая вот судьба ждет. Так что, люди, будьте бдительны. Это не я сказал. Это еще в свое время, перед началом Великой Отечественной войны, на шоссе Гитлера, на все страны Европы, сказал Юлий Фучик. Вот. Люди, будьте бдительны. Не позволяйте, чтобы над вами издевались, чтобы вами управляли, чтобы вас водили не туда, куда вы хотите, и не те, кто должен это делать. Спасибо.